Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот» в Кирове. В Кирове? Акцентировали как? Не в каком-то другом городе, а в Кирове мы находимся сейчас. Потому что немножко московского эфира я услышала в наушниках Павлу Иванову просьба вовремя говорить о том, что мы уже здесь должны быть все в студии, мы здесь и находимся. Светлана Занько, Владимир Сметанин. Продолжаем «Дневной разворот». Мы не подвели итоги прошедшего часа. Напомню, мы в первую часть говорили о подготовке первоклассников в школе, о том, является ли это стрессом для родителей или самих детей. Итак, голоса распределились в итоге следующим образом. Начало учебного года – это. Смотрю на опрос на нашей странице ВКонтакте. Точнее, ВКонтакте. По 40% у нас получили варианты ответа. Стресс для детей и родителей и момент долгожданной встречи с одноклассниками. Ну, я, наверное, склоняюсь все-таки к долгожданной встрече. Это если не в первый класс. Если не в первый класс, потому что он всегда радостный был, да. Да, а если в первый класс, то все-таки, наверное, стресс для детей и родителей. И мы попытались в прошлом часе обсудить моменты, которые этот стресс могли бы нивелировать, да, как наиболее гармонично подготовить ребенка для того, чтобы он чувствовал себя комфортно. Но в первом классе и родители тоже чувствовали себя комфортно. И обсуждали мы в прошлом часе с нашими гостями возможность постоянной рубрики в дневном развороте педагогического такого совета. Это родителям уже, а не между собой будут педагоги совещаться, а именно с точки зрения каких-то полезных советов родителей. И, наверное, мы так и сделаем раз в месяц. Вот следующий срок, это где-то 18 сентября. Ровно через месяц мы встретимся. И снова, возможно, о первоклассниках, возможно, о других. Там по параллелях будем говорить. Но с первоклассниками тоже очень интересно, потому что мы же не говорили сегодня подробно ни о социализации детей в первом классе, ни о питании, что тоже очень важно. Вспомним мы хотя бы те же карточки, которые вводятся в наших школах нынче с 1 сентября. О многих вещах, о которых следует поговорить, будем говорить с 17 сентября. Еще немножко об опросе. 20% наших слушателей посчитали 1 сентября все-таки рядовым событием. И на нашем сайте хакерово.ру 60% слушателей проголосовали за варианты ответа стресс для детей и родителей. То есть вот здесь такой разброс в вариантах, он побольше все-таки. 60%. Вот сейчас как раз в перерыве, да, меня смутила рекомендация психолога. А, собственно, как объяснить, ради чего должен ребенок идти в школу? И вот эта вот внешняя сторона, у тебя будет красивый ранец, у тебя появится очень много новых друзей, у тебя будет красивая форма. Вот эта вот сторона внешняя, как я ее называю, она меня насторожила. А как же внутреннее это побуждение у ребенка, любознательность, тяга к знаниям. Вот я себя вспоминаю, ну, пожалуй, я хотел получить, наверное, ответы на многие свои вопросы в процессе учебы в школе. Я их получил. Ты знаешь, вообще, конечно, я тоже себя помню, ощущения были всегда праздника. 1 сентября, особенно если первый раз, первый класс, это новый этап в жизни и ребенка, и родителей. Школа – это что-то, что подводит под платформу, под твою всю будущую жизнь. Это очень важный, на самом деле, момент. Вот по мотивации тоже хорошая революция для того, чтобы мы 18 сентября в дневном развороте разобрали эти вопросы. Мы можем задать вопросы учителям, пригласим, о том, собственно, а с какой мотивацией в итоге дети сейчас приходят в первый класс. Она изменилась как-то с нашего детства. Она безусловно изменилась. Мне что-то подскажет, что она изменилась, изменилась кардинально. Нужно будет еще к этому моменту приурочить какой-нибудь опрос на нашем сайте для того, чтобы родители школьников сами писали вопросы, и на их основе мы будем строить программу. Ну, во втором части дневного разворота мы, если можно так выразиться, понизим возрастную планку, собственно, тех, о ком мы будем говорить. Мы будем говорить о детсадовцах. Ну, и, в общем, тема-то не такая позитивная, да, может быть, как 1 сентября. Потому что она связана с определенными проблемами. Прежде чем мы озвучим эту тему, мы озвучим наши контактные номера. Угу. 708-502. 708-502. Вы можете, безусловно, можете звонить, задавать вопросы, рассказать свое мнение. Номер для СМС 8909-720-101-0. Аккаунт в Твиттере, вызван 43, тоже работает. Можете писать и туда. Да. А сейчас у нас в студии появился Владислав Агафонов, организатор акции. Что это за акция? Почему она приурочена? Почему она должна свершиться и когда нам сейчас... Все-таки мы про акцию, наверное, должны сами сказать. Ну, расскажи. Владислав, поправить, если я не прав. По... Ну, это что-то невообразимое для меня. По сбору средств на строительство детского сада. Новосники в разных СМИ более ярко ее обозначают в Кире и предлагают скинуться на строительство детских садов, скинуться в пользу города, я так понимаю. Ну, во-первых, я хочу сказать, день добрый, уважаемые слушатели. Очень рад, что меня пригласили в Эхо Москвы. И, оказывается, уже есть информация, да? Конечно. Конечно, да. То есть уже интернет работает. Да-да-да, разные информационные площадки уже известили жители нашего города о том, что вот такая инициатива возникла. Эта инициатива сугубо ваша? Да, сугубо моя. Потому что почему-то в отношении именно моих детей, ну, я бы сказал, какая-то репрессивная методика, ноу-хау, может быть, это новое для России, веяние. Дело в том, что мой старший ребенок более полугода ездил за 25 километров от Кирова в село Бахту. Вы его возили? Да, конечно, я его возил. Вот видите, целый стол у вас завален документами, которые тяжело, можно сказать, внес вам в студию. Тяжелым грузом легли на ваши плечи. Да-да. Вот и сейчас ситуация еще более острая с младшим ребенком Дарья, которой сейчас уже 2,6 года. Но вы знаете, вот могу процитировать из заявления прокуратуры, которая была инициатором судебного иска в пользу моего старшего сына, где указано, что в соответствии с пунктом 3 типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 года, номер, кстати, очень такой подозрительный, 666. Так вот, оказывается, дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 лет до 7 лет. То есть, согласно вот этого федерального закона, обязаны предоставлять всем, уважаемые зрители, и требуйте, пожалуйста, с 2 месяцев и до 7 лет. Ну, на практике почему-то у нас все говорят, что должны в 3 года. Ну, это тоже, видимо, местное решение. Но в 3 года у нас детишки все-таки уже все обеспечиваются. Да нет, 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 ну что, могу рассказать пример. Да вы даже видите, мы не сказали, что, собственно говоря, с Дарьей произошло. Давайте в начало истории вернемся, да. А, ну что же, с Дарьей дали место. Вот вы знаете, вот открываю следующий ответ, тоже из прокуратуры города Кирова, датированным 10 июля. Может быть, до прокуратуры все-таки? Согласно администрации города Кирова, вам предоставляют место в дошкольном учреждении номер 15, расположенного по адресу город Киров, село Русска, улица Новая, дом 14. Вы знаете, это 30 с лишним километров от места проживания ребенка. Итак, Владислав Агафонов, вы живете в городе Кирове. Да, совершенно верно. У вас два ребенка дошкольного возраста. У вас сын полгода ездил в Бахту за 25 километров, вы его возили. Да. А теперь еще вам предлагают возить Дарью за 35 километров в село Русское. Почему? У меня возникает вопрос, первый, с чего вы начали. У вас есть письма от прокуратуры. Почему вдруг прокуратура? А вы знаете, я обращался в устной форме. Куда обращались? Ну как, у нас есть департамент образования и отдел дошкольного образования. Но, однако, все ссылаются, что, извините, мест нет. И вы знаете, очень... Обращения, простите, вот эти обращения начались тогда, когда ваш старший сын, да, был вынужден ездить туда. Собственно, вот эта череда обращений, она когда началась? Череда обращений, она началась с 2010 года, собственно говоря. То есть, видите, и продолжается по сей день. Вы знаете, очень даже странные вопросы. Я слышу от департамента образования, от сотрудников. Они говорят, а вы намерены третьего ребенка? То есть, они уже переживают за свое спокойствие, понимаете? То есть, ну, какая-то ненормальная, я бы сказал, ситуация. Старшего своего сына вы отдавали в садик с какого возраста? Вы знаете, я сначала вынужден был отдать в частный детский садик. Так. Ну и, соответственно... Сколько было лет? Ребенку было больше, ну, полтора года. То есть, вы были вынуждены в силу того, что... Если я правильно понимаю, если нет, поправьте меня, вы были вынуждены отдать своего ребенка раньше, чем в три года? Почему нет? Подождите, почему раньше? Вы знаете, что... В полтора года в детский садик с визитом занятостью с работой. То есть, раньше, в советское время, все отдавали детей... В Ясли. Потому что декреты были всего полгода. А давали в Ясли, где очень хорошо было надлежащее воспитание и уход. Ну, вот сейчас декреты до трех лет. И с трех лет в городе Кирове все дети обеспечены. А вы сможете воспитать ребенка на 80 рублей? Нет, я просто говорю, что... Это уже адресная тема. А потом, когда вам предоставили место в детском саду, оказалось, что это место находится в Бахте за 25 километров. И та же ситуация с дочерью, с Дарьей, тоже с двух половиной лет. Но ей повезло гораздо-гораздо больше. Меньше, насколько я понимаю. 35 километров. В кавычках говорю. Да, 35 километров. Вы, Александр, чтобы представить, насколько далеко вам приходится ездить, на какой улице у вас дом находится? Хотя бы так вот. Улица Конева. Конева. То есть, я вам просто могу рассказать, что мне нужно собрать дочку, потом ее отвезти до остановки, проделать маршрут до конечной улицы Московская, дождаться рейса автобуса, который ходит один раз в час, ну, соответственно, час еще на проезд, ну, и еще пешком до детского садика. Вот такой нелегкий путь. То есть, путь ваш должен начинаться часиков в 5 утра? Да, 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 в 5 мы должны поднять ребенка. 708-502, номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, все, кто может прокомментировать такую ситуацию, позвоните и выскажитесь. Да, и, возможно, у вас подобное что-то складывалось или сложилось уже, и вы вынуждены вот за такое далекое расстояние возить своих детей. Я все-таки понимаю, что департамент образования мотивировал вот такое предложение, вот такие места в детских садах тем, что вы отдаете раньше, чем в 3 года своих детей в детский садик. Этим мотивировали? Что не в Кирове, а в отдаленных местах? Нет, нет, они понимают, что действительно ответственность на предоставление лежит на них. Ну, как они говорят, мне объяснили. Вы знаете, там замечательный свежий воздух и артезианская вода. Ну, это тоже, наверное, в село Русское. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло. Да, здравствуйте. А, здравствуйте, плохо слышно. Антон Долгих, меня зовут юрист. Добрый день. Я, во-первых, хочу всячески поддержать Вячеслава Агафонова. Я имя правильно назвал? Да, Владислав. Ага, то еду за рулем. Вячеслав, вы молодец, во-первых, что боретесь. Я сам через это проходил, я знаю, что это такое. У меня родился сначала первый сын, потом второй, сейчас третий. Первые два моих сына, естественно, обеспечены местами в детских садах, потому что я боролся с трех лет, первый обеспечен, а второй пошел только потому, что родился третий. Значит, когда я пытался добиться места для первого ребенка, мне от Владимира Быкова передали, что место мне дадут, если я прекращу критику городской власти. Ну, я думаю, вы догадываетесь, какой был ответ. Да, Антон, а давайте... Я достался трех лет. Светлана, пожалуйста, не перебивайте, я еще раз хочу сказать. Вячеслав, вы молодец, и что бы я вам рекомендовал как юрист? Вот, да. Вы обратитесь с иском, ну, конечно, это нужно все подготовить грамотно, но вот вам приходится возить ребенка за такие дали. Вы прекрасно знаете, что в соответствии с Конституцией, государство и муниципальное образование должны обеспечить каждого ребенка бесплатным и доступным дошкольным образованием. Я считаю, что данное дошкольное образование, которое вашим детям предоставляется, оно не совсем доступное, скажем так. Согласен с вами. Антон, хотел сказать вам спасибо. Да, я хотел вам сказать спасибо. Вы знаете, исками я уже заваливал, то есть это уже не новость для меня, так что спасибо. Я хочу у Антона все-таки как у юриста спросить. Вот мы тут сидим... Иначе никак, к сожалению. Антон, ты можешь отвечать, да? Просто тебе, как юристу, вопрос. Смотри, то есть мы так подозреваем с Володей, что не дает места в городе Кирове от того, что вот, ну, ребенку детям еще не исполнилось три года, и ищут где-то еще. Вот в данной ситуации, когда вот нам сейчас Владислав, он говорит, что у него вот следующий аргумент, ну, нужно зарабатывать. Семья в такой ситуации, когда там бабушки, дедушки не могут сидеть, нужно зарабатывать. Вот это является для департамента, для тех людей, которые распределяют места, да, это является каким-то мотивом? Это как-то рассматривается? Ты вот в процессе борьбы своей выяснял это? Что именно? Ну, вот какие льготные категории, например, граждан, обеспечиваются местами до трех лет? Конечно, конечно, конечно. Значит, у нас в нашем городе есть некое положение, где введены две очереди. Все равны, но некоторые равны. Первая очередь называется как бы первоочередное право, а вторая очередь называется неочередное право. Там в основном чиновники, местные, федеральные судьи, прокуроры, следователи и так далее. Интересы простых людей, которые нигде не работают в федеральных, государственных, муниципальных органах, они вообще не учитываются. То, что нужно зарабатывать, никоим образом не учитывается. И здесь вот, Светлан, ты же прекрасно знаешь, что с трех лет, да, дети обеспечиваются, но прав совершенно Владислав, который говорит, что с двух месяцев должны дети обеспечиваться. А то, что с трех лет обеспечиваются, это не как заслугу городской власти следует рассматривать, а как хотя бы некое соблюдение закона. Здесь, возвращаясь, если говорить конкретно, что делать? Нужно менять власть. Нужно менять власть и на те деньги, которые в сюжете строят детские судьи. Я понимаю, но сейчас совет Владиславу. Совет Владиславу. Совет Владиславу я ожидал. Конкретной семье. Здесь не прекращать ни в коем случае борьбы, продолжать требовать дать место в детском саду в Кирове и одновременно подать их в суд. И последнее, что я хотел бы сказать для всех радиослушателей. Вот нынче 44 миллиона потрачено на озеленение города цветочками. Эти цветочки уже завяли. Построить садик стоит 150-200 миллионов. Подумайте об этом. Спасибо. Спасибо, Антон. Вы знаете, вот немножко хотел в другую плоскость поднять. Вы знаете, вот вы говорите о том опять с трех лет. Вот что говорит прокуратура? Материалами гражданского дела установлено, что в городе Кирове местами в детских садах не обеспечено 7860 детей. В том числе и в данном случае, Глеб, это на 2011 год. Представляете, да? Ситуация, говорят, не лучше в этом году, поэтому... У нас еще телефон звонок. Еще один звонок. Давайте выслушаем, Павел Магином. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, вы столкнулись с подобной ситуацией? Ну, да, в общем, когда мы устраивали своего ребенка в детский садик, поскольку и я, и жена являемся предпринимателями. Вот у меня вопрос к участникам. Скажите, а в рамках устройства ваших детей в садике, в школе инициировали ли вы проверку на наличие фактов дискриминации по социальному и национальному признаку? Поскольку, я так понимаю, дети русские, и вы не являетесь чиновником. Да, я не являюсь чиновником. А с какой стати должен Владислав инициировать такую пробежку? Это реальная дискриминация. А у нас присутствует такая дискриминация? А что, нет? Вы на себе почувствуете? Например, для предпринимателя устроить ребенка в садик нереально. Если бы у меня старший ребенок не был инвалидом, то у меня не взяли бы ее лет до четырех. Вторую. Так. То есть вы... Это вообще бред, это просто нереальный предприниматель, это никто. Это уже по социальному признаку дискриминации. А, подождите, у вас другая ситуация. Есть, когда мы видим все в интернете кадры, как в Чечне раздают на строительство домов пачками деньги. А здесь живут простые русские люди. Так, стоп, стоп. Мы вас поняли. Все. Спасибо. Андрей, спасибо. На самом деле, очень хорошее мнение. Вы знаете, вот я хотел бы... Нет, мнение не очень хорошее, потому что я думаю, что здесь не является причиной дискриминации по какому-то национальному признаку или по признаку того, что вы бизнесмен или не бизнесмен. И при чем тут вообще Чечня? И город Киров. Нет, как я понял, автор звонка, то что не все равны. Вот да, и Антон Далгик рассказывал о том, что есть льготная очередь. Вы понимаете, что, получается, дети, дети, они, получается, не в равных правах. То есть если сейчас откинуть чины, значит, там, административные власти и так далее, то есть дети, получается, они дискриминированы. Вот получается. Вот смотрите так. Дети, так сказать, отвечают за своих родителей в данном случае. Давайте следующим образом. Давайте мы вспомним все-таки, когда сложилась эта ситуация, почему она у нас такая. Мы не будем сейчас ее разбирать, потому что многократно у нас были эфиры, почему у нас не хватает детских садиков и мест в детских садах. Тут сейчас вопрос в другом. У нас действительно мало детских садов сейчас, и в этом году будут они строиться, и в следующем году тоже будут сдаваться. К сожалению, медленно идет этот процесс. Уж какой у нас регион, сколько у нас денег на строительство детских садов. Вот это другой вопрос. И как раз мы об акции начинали говорить. Да, давайте я продолжу, расскажу о детском празднике. О детском празднике, который пройдет в субботу 24 августа. 24 августа в 10 утра, да? Да, в 10 утра будет у памятника маршалу Коневу. Поэтому я приглашаю всех заинтересованных. Это могут быть и дети, это могут быть родители, бабушки, дедушки. Просто неравнодушные люди. Вы понимаете, проблема проста. Это равнодушие. Поэтому мы приглашаем, придите. В 10 часов у нас начинается наше благотворительное мероприятие. Мы также подготовили для детей, поскольку это праздник, будут аниматоры, ростовые куклы. Ну и, конечно же, что очень важно, сказка. То есть для детей будет показан кукольный театр. Ну а в чем, так сказать, взрослая часть, составляющая этой реакции? Каждый проходящий может бросить копеечку, рублику, кто сколько пожертвует, на благотворительные цели для постройки детского садика. Вот и вся цель. Вот и тут возникает у меня вопрос. Так, а откуда вообще такая идея? И насколько она воплотима, что на эти пожертвования можно у нас возвести детский сад? Ну а если нет возможности построить, соответственно, мы должны эту проблему решить. Это некая демонстрация. Вы считаете, что власти прилагают недостаточное количество усилий для того, чтобы строились детские садики в нужном темпе? Но вы считаете, очередь вот на 2011 год 7 860 детей. Я не считаю. Вам скажут, вам будет власть говорить о том, что это не их проблема. Проблема идет с тех времен, когда у нас был демографический кризис. Когда садики позакрывались, перепрофилировались. Ни один из тех, кто сейчас отвечает за это, не руководил тогда ни областью, ни городом и никак не влиял на этот процесс, сейчас они расхлебывают ситуацию, которая сложилась тогда. Так я предлагаю, давайте решать этот вопрос. Вы считаете, что недостаточно быстро расхлебывают ситуацию? Нет, вот извините, немножко давайте перевернем другого русла. Вы понимаете, вот на суде управления образования и администрации города Кирова, как говорят? Вы знаете, а мы не предвидели, что будет бэби-бум, как они говорят. Да вы знаете, я не согласен, потому что у нас есть отдел статистики, это огромное многоэтажное здание. И к ним поступает информация. Как только женщина становится на ранние сроки беременности, информация сразу же на стол в отделе статистики. Как только рождается ребенок, ЗАГС точно знает. В Европе, везде, в развитых государствах они уже решают, как только ждут появления ребенка, его уже готовят. То есть у нас и кризис демографический, и бэби-бум, это чрезвычайные ситуации наподобие наводнения и пожара, да? Да, вы знаете, поэтому через три месяца, когда у нас наступит зимний период, это тоже будет нонсенс. Вот по вашим словам, на строительство полноценного дошкольного учреждения требуется порядка 80 миллионов рублей. Мы знаем, что в чистых прудах был построен детский сад за 220. Откуда такая цифра? Чем обоснованно, знаете, можно построить? Ну, я не знаю сметы детских садиков. Могу сказать, что в некоторых регионах, допустим, в Казани, делают даже мини-садики стоимостью примерно 8 миллионов рублей. То есть это все-таки будет, ну, если сравнивать с тем же детсадом в чистых прудах, это будет что-то поменьше так визуально, да? Ну да. У нас есть телефонный звонок. Давайте еще и выслушаем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Слушаем вас, Алексей. Хотел бы сказать Владиславу по поводу его борьбы за место в детском садике, что занялся он занятием бесполезным, и у него нет никаких шансов эту борьбу выиграть. Почему вы так считаете? Ну, считаю по той простой причине, что у нас просто нету мест в детских садиках. Нету мест в детских садиках. В детских садиках количество мест намного меньше, чем количество детей, которое в них должно прийти. Вы сами говорили в процессе своей передачи о том, что почему они не строятся, почему их меньше, это вопрос другой. Но куда этого ребенка деть, если мест в детских садиках нету? Владислав борется за то, чтобы детские сады возводились у нас в более быстром темпе и ищет варианты строительства этих детских садов. Он конкретно предлагает мини-детские сады. Для того, чтобы сады возводились в более быстром темпе, вы должны изменить 94-й федеральный закон, согласно которому деньги федеральные, муниципальные или бюджет тратится на возведение этих зданий. То есть проводится аукцион, есть определенная процедура, составляется проект, проводится аукцион, уделяются деньги, начинается строительство. Вот возьмите садик, допустим, да, который, ну вот любой возьмите садик, который строится, да, он строится очень долго по той простой причине, что 94-й федеральный закон несовершенен. Вы можете сделать только одно, найти спонсора, который выделит деньги и построить детский садик там в течение года. Вот и все. Если вы будете строить его на федеральные деньги, на муниципальные или на областные, этот процесс будет очень долгим и кропотливым. И количество детских мест в течение пяти лет, оно вот, я уверен в этом, не изменится никогда, не увеличится и ситуация не изменится к лучшему. Мы вас поняли, спасибо, нам сейчас придется... Такая претензия законодателя может быть. Нам придется сейчас прерваться на короткую рекламу, вернемся с той же темой. Рожается, да. Давайте еще раз напомним нашу координацию. 708-502, у нас бурное обсуждение детских садов, мест в детских садах. 708-502-8909-720-101-0, номер для СМС. Да, вот звонящий до рекламного блока предложил действовать вам, Владислав, в том направлении, чтобы искать благотворителей. То есть людей, которые... Или изменять федеральный закон. Или изменять... Выбор у вас, видите, какой широкий. Изменить федеральный закон или найти благотворителя, который предоставит сумму от 80 до 200 миллионов рублей и построит детский садик, и с этого еще ничего не поимеет, да? То есть вот... Тяжело в это верить. Что выбираете, Владислав? Вы знаете, я выбираю пока что найти людей, единомышленников, неравнодушных. Потому что, понимаете, проблема у нас из-за равнодушия. Если бы огромное количество ежедневных заявлений заваливали бы, то, соответственно, проблемы решают. Я в количестве заявлений-то не сомневаюсь нисколько. Пример, пример небольшой. Возможно, с них сомневаюсь. В Соединенных Штатах небольшой городок, транзитный город, где аэропорт. И аэропорт хотели закрыть. Люди решили очень просто этот вопрос. Они не устраивали ничего. Они устроили небольшой флешмоб. Они выстроились в очередь в общественный туалет. И на один день заблокировали. И 360, представляете, стоят в очередь. И все транзитники попасть не могут. То есть власти обратили на это внимание, и все, все замечательно. Остался аэропорт. Поэтому я, в общем-то, хочу, чтобы неравнодушных людей было больше. Вот и все. Вы знаете, какая вам полагается компенсация за то, что ваш ребенок не попадает в детский сад? Вы знаете, что она существует? Я знаю, но... В этом году компенсации все-таки нет. Ее отменили. Вот. Я получал, кстати. Я специально спросила. На старшего ребенка я получал. Сколько вы получали? Я получал за вычетом подоходного налога. Хотя, извините, это компенсация. Это недоход, на мой взгляд. И за вычетом это, ну, примерно, там, 1800 рублей. И мы понимаем, что на 1800 рублей не наймешь. Да, конечно. У нас есть телефонный звонок. Да, давайте. Выслушаем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Василий. Василий, у вас похожая история? Нет, я просто со стороны наблюдаю это. Давным-давно, и удивляясь неповоротливости нашего государства, вот, в отношении это именно строительство детских дошкольных учреждений. Просто удивительно, годами это не могут решить. Это поразительно. Никогда это не может быть, только у нас. Ну, это мы с этим совсем столкнулись только в последние 20 лет. Да, мы вас поняли, Василий, спасибо. Да, спасибо. Спасибо. На самом деле, как вы считаете, вот, я понимаю, что акцию вы организуете так очень интеллигентно. Вы ее даже праздником просто называете. Ну, вы понимаете, что такое детский садик, да? И все психологи говорят, детей нужно отдавать, когда ребенку, год, когда ребенок пошел, для него это меньше стресс. Вы представляете, когда ребенку 3, 4, 5 лет, это очень тяжело. Я поспорю с вами. Я в год своего ребенка ни за что бы не отдала в детский сад. Я скажу, что не готов ребенок в год. Если есть возможность у родителей воспитывать ребенка дома до 3 лет, это замечательно. Не было никакого стресса, не было никакого перехода. И у психологов тоже разные мнения. Мне кажется, это не вопрос сегодняшней программы. А все-таки давайте вернемся к вашей акции, которую 24 августа вы планируете в 10 часов на площади Машего Кунева. И я понимаю, что это такая демонстрация. Вы хотите показать власти, что, ну, вот, раз у вас нет денег, скинутся, что ли, вам. Найдите эти деньги. Вот это этот призыв. Найдите, построите. Так власти только рады будем. Совершенно верно. Найдите, построите. Эта акция, каким-то образом, вы получали на нее официальное разрешение? Да, вы знаете, у меня получено официальное разрешение. Куда вы обращались? То есть, когда разрешение получено? Я обратился в администрацию города, и мне дали разрешение. Ну, очевидно, в теруправлении, да, Ленинский? На какую акцию вам дали разрешение? Потому что я слышала, что у вас там еще инсталляции предвидятся какие-то. Ну, вот, например, у вас там что-то будут, какие-то стенды выставлены, у вас там будут спектакли. Это все было в заявке? Скажите, а для того, чтобы... Я спрашиваю просто, в какой форме была подана заявка, и в какой форме вам разрешили акцию? Например, у вас хорошее настроение, вы идете, и ребенку даете конфетку. Вам нужно для этого разрешение? Вы на что получили разрешение? У меня такой вопрос, Владислав. На проведение мероприятия. Массовое мероприятие? Да, массовое мероприятие. Нюансы, они не уточняются. Проведение массовое... Главное, чтобы было все в рамках... Я-то ведь за вас, я хочу, чтобы проблем не возникло. Нет, самое главное, чтобы было все в рамках закона, вот и все. Вдруг у вас придут там и начнут скручивать руки или что-то в этом роде. А вот этот сбор средств, он в какой форме будет организован? Сбор средств в виде, значит, опечатанной урны, комиссии, которая, соответственно, будет все документировать и потом на расчетный счет. Так у вас целая, получается, группа активистов? Один-то вы наверняка все с этим не справитесь? Вы знаете, вот да, оказывается, есть неравнодушные люди. А сколько человек сейчас в этой группе? Сколько человек вас поддержало и будет помогать вам в проведении этого действия? Ну, вы знаете, ежеминутно идут звонки, и люди звонят и говорят, давайте мы вам поможем. Через интернет помогают. Я не силен. Интернет-кошеленка? Вы сейчас один организатор или у вас несколько человек? Постоянно такая рабочая. Я один организатор. Просто, чтобы не получилось так, что... Просто сложно поверить, что вы взяли на свои плечи, да, вот этот огромный объем работы, и говорить, что вы один. Да не случится так, что вы выйдете на площадь Конева один в поле, да, Боин, и никто не придет. Да нет, я думаю, что очень много неравнодушных людей. Вы говорили, что там... И те, кто столкнулись с этой проблемой. Вот вы знаете, мнение своего соседа расскажу. У него ребенку не давали, значит, возможность ходить в садик до 4 лет. И он стал продолжать водить ребенка в негосударственное дошкольное учреждение. Ну и после этого, поскольку это мальчик, он принял решение, что зачем сыну отдавать долг родине в плане идти в армию, если родина о нем забыла, да? То есть вот даже такое мнение есть. А вот смотрите, мы недавно обсуждали тему поборов в детских садах, да, на примере конкретного детского садика. И к нам в гости приходили родители, которые говорили о том, что для них даже тысячу рублей довольно сложно-таки как-то из своего семейного бюджета найти, чтобы отдать на дополнительные вот эти вот траты, нужды. Ну, вы знаете, да, я слышал о такой проблеме, но я рад, что мой ребенок посещает вот старший 51-е дошкольное учреждение, и замечательный садик, там нет никаких поборов. Я просто счастлив. Хотя соседний садик видел, как дети идут утром с подушками, оказывается, им сказали всем, нужны новые подушки, и дети гуськом идут с новыми подушками. Такая была интересная, как флешмоб, наверное, акция. Ну вот хочу сказать, 51-му садику спасибо большое, заведующая отличная. Все зависит от человека, от неравнодушного. Вот, скорее всего, в 51-м садике неравнодушный директор. 708-502, телефон прямого эфира. Я вижу, что есть звонок, и у вас есть еще слушатели 5 минут, для того, чтобы вы позвонили и высказались на тему, которую мы сейчас обсуждаем. Алло, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Алексей. Алексей, вы родитель наверняка, да? Да, конечно. У вас какая история? Я вам быстро скажу свою. Просто у меня ребенку уже 8 лет. В свое время я понимал, что я не попаду. А у нас был гражданский брак. И вот только за счет этого, что мы не записаны, у меня жена гражданская, как мать-одиночка, проходила, мы попали в садик. То есть не просто вы не были, у вас брак был не зарегистрирован, вы не были зарегистрированы как отец. Мы заранее планировали. Вы специально это сделали. То есть вы целенаправленно именно такой путь избрали, да? Да, чтобы попасть в садик. То есть, ну вот вам пример. А Владиславу, ну, если мы все друг друга понимаем, что мы в какой стране живем, все мои друзья вот в нынешнее время запихнули своих детей в садик. Пришли к заведующей. Один через стиральную машину, второй через там деньги. Ну, это, понятно, вариант. Ну, зато он действует в нашей стране. Я понимаю, зачем это собирается акция. Просто я предлагаю самый простой вариант. Пусть он такой. Но, конечно, идти на акцию я бы пришел и поддержал. Хотя моему сыну уже 8 лет. Спасибо вам большое за поддержку. Вы знаете, я хочу сказать, я не могу перейти вот через такую ступень. Мама не так воспитала. Не хочу давать взятие. Но способ действенный. Каждый, конечно, идет своим путем. Но вот у меня друзья просто не имели других возможностей. Вы считаете, что... Спасибо, мы услышали, да, собственно. Ну, вот на самом деле то, что... Занести и все. Во-первых... Многие, кстати, мои знакомые пошли таким путем. Но я решил пойти правильным через дверь. Вот, во-первых, то, что звонят одни мужчины сегодня... Это очень с положительной точки зрения наших мужчин характеризует. Абсолютно с тобой согласна. Во-вторых, мне, правда, вот как ощущение приятное вызывает то, что последний звонок был. Человеку уже вроде проблемы, да, сняты, и уже ее нет. Но он придет и свою гражданскую позицию выразит там на вашу акцию. Он готов прийти, выразить гражданскую позицию. Здесь, если меня кто-то спросит, я скажу, что я поддерживаю любую хорошую, позитивную демонстрацию, не агрессивную демонстрацию каких-то гражданских требований, да. Нет, еще раз подчеркиваю, что акция носит не политический характер. Это первое. И это праздник для детей. То есть мы хотели, чтобы будут аниматоры, будут конкурсы для детей, чтобы дети почувствовали, насколько это хорошо, когда о них переживают и забывают. А лозунг некий уже есть в этом мероприятии? Вы знаете, лозунгов на самом деле несколько. Единственное, что поскольку я организатор один, приходится все придумывать самому. Ну, супруга, спасибо, помогает. Так что привет, Ирине, спасибо тебе, дорогая. Вы знаете, вот первое сентября праздник не для всех, возможно, такое название. Или такое колкое, да, помогите построить садик, да, или благотворительная акция. Ну, не знаю, каждый волен выбирать, мы никаких лозунгов рисовать не будем. Я правильно понимаю, в связи с тем, что ожидаются аниматоры, ожидается кукольный спектакль? Да, кукольный спектакль. А что еще ожидается? Ну, больше это, в общем-то, ничего. Куклы, да? Да. Раздача конфет, вы что-то там говорили, Дед? Ну, конечно. Вот вы заявляете, что вы единственный организатор акции с тем, чтобы оградить как-то этих людей, которые вам помогают, потому что аниматоры и актеры, которые туда придут, да, актеры-кукольники, они, вы их назвать готовы сейчас? Кто эти люди? Или нет? Это люди, все еще добро. Понятно. То есть на безвозмездной основе они, собственно, будут поступать на режим. Но вы пытаетесь, заявляя о том, что вы единственный организатор, вы пытаетесь их защитить таким образом, или просто считаете, что этого достаточно? Не могу понять суть вопроса, защитить от чего. Ну, вот, ну, как-то, не называйте никакую организацию, да. У нас есть подозрение, что кто-то за вами стоит. Да вы что? Да у меня такого нет подозрения, я просто хочу понять, ну, почему вы один-один. Вы знаете, за мной стоит моя семья. Понимаю. Да, это подкупает. Вот СМИ еще сообщили о том, что, собственно, место-то для будущего детского садика, который может быть построен на благотворительное пожертвование, уже есть. Это автостоянка за Куневским рынком. Вы его определяете? Вы знаете, да, просто вот наше собрание такое будет проходить как раз в районе... Ну, как раз неподалеку, да. Да, и с высоты как раз Куневского рынка видно, что есть куда строить. Есть. Недалеко от бассейна. А чиновники-то в курсе. Ну, вы знаете, всегда есть возможность построить. Всегда. Ну, взять Макдональдсы. Вы знаете, есть же место? Нашлось. Отель Хинтон? Нашли. Так что все замечательно у нас в городе. Много, много земли. Прежде всего нашлись деньги. Да, мы это понимаем. Вы... Вас не отговаривали от проведения этой акции кто-нибудь? Друзья, знакомые, власти? Почему спрашивали, зачем тебе это надо? Да. Ну, вот такой неравнодушный человек. Ну, вы, собственно, и отвечали, что это вот душевный порыв, и так моя семья. Вот, да. Ради своей семьи, ради, собственно, благополучия других детей. Все вы этим занимаетесь. Ну что, завершается время нашего эфира. Давайте еще раз напомним, да. 24 августа, суббота, с 10 часов утра, площадка у памятника маршала Конева. Там будет проходить эта благотворительная акция. И этот детский праздник, в том числе. Благодарим Владислава Агафонова, организатора акции. Мы завершаем наш эфир. К сожалению, у нас уже, да, секунды у нас, да. Спасибо. Светлана Занькова, Владимир Сметанин. До свидания. Спасибо, Эхамас. До свидания. До свидания.